О готовности помочь медикаментами и принять у себя беженцев Анна Гресько заявила на сайте общественного движения Донецкая Республика. Обращение передали Александру Терновцову. Он лично поблагодарил Анну Витальевну за отзывчивость и стремление помочь. Передал благодарственное письмо от руководителя общественного движения ДНР и вручил подарки. То обращение, которое я прочел, моей коллеге, оно, конечно, очень тронуло всех, потому что человек находится в самой трудной жизненной ситуации, испытывает тоже нужду и в общении, и финансово, как мы видим. Но вот с таким сердцем огромным готова помогать тем, кто находится в более сложном положении, чем она. У Анны Гресько сложная судьба и непростые жизненные дороги. Но невзирая на трудности, она готова поддерживать тех, кому сейчас нелегко. Сама по себе я человек такой, что я не могу оставить людей без помощи. И когда я увидела, что на Украине вот такие проблемы, что у них убивают людей, люди убегают, оставляют все, им жить негде, у них у многих вещей нет, нет лекарств, нет ничего. И вот я готова отдать лекарства, отдать часть вещей, вот что я насобирала, и кого-то поселить, может быть, у себя в квартире. Анна готова предоставить отдельную комнату беженцам. Может принять женщину с ребенком. Единственное пожелание, чтобы присматривали за домом и помогали ей. Если человек будет жить, ну помочь мне ходить на протезе. Хотя бы, чтобы уверенность была, чтобы я смогла выйти на улицу, до того же магазина дойти, купить себе что-то из продуктов, чтобы уже поменьше социальных работников напрягать. Человек уже практически два года не был на улице, не дышал свежим воздухом. Мы свяжемся с общественными организациями, которые работают с инвалидами. И, возможно, мы эту проблему тоже решим, чтобы на дне взяли шефство. Юлия Терещенко, Алексей Еременко. События дня.